Западные санкции существенно не повлияют на деятельности СС. Тем не менее, с 2016 года начнется плановая замена американского и европейского оборудования для космических аппаратов, выпускаемых на ИСС. Об этом накануне журналистам рассказал генеральный конструктор и генеральный директор предприятия Николай Тестоедов. По его словам, аппараты, которые будут выведены на орбиту в ближайшие полтора-два года, укомплектованы, и никаких изменений по их комплектации производиться не будет. «Плавная замена американского и европейского оборудования тех стран, которые выступили за санкции в отношении России, начнется для космических аппаратов, запущенных с 2016 года», — сказал Николай Тестоедов. «Таким образом, уже к 2018 году космические аппараты будут полностью укомплектованы отечественным оборудованием и технологиями других стран, не объявивших санкции в отношении нашей страны». «Российские орбитальные группировки из-за санкций не пострадают», — подчеркнул топ-менеджер. Ранее, 27 августа, ИСС завершила производство очередного телекоммуникационного космического аппарата «Ямал-401» с использованием полезной нагрузки «ТАСС». Он предназначен для ретрансляции сигналов связи и телевещания на территории Европы и Азии. В ближайшее время планируется запуск сразу нескольких спутников, изготовленных ИСС. До конца 2014 года для дальнейшего развития орбитальной группировки глобальной навигационной системы «ГЛОНАСС» будет запущен блок из трех космических аппаратов «ГЛОНАСС-М». Кроме того, ИСС намерена пополнить орбитальную группировку системы переносной спутниковой связи «ГОНЕЦ-Д-1М», которая сейчас насчитывает девять аппаратов. Кроме того, ИСС намерена пополнить орбитальную группировку системы персональной спутниковой связи «ГОНЕЦ-Д-1М», которая сейчас насчитывает девять аппаратов. Ожидается, что в полном составе 12 космических аппаратов система «ГОНЕЦ» начнет функционировать в 2015 году. Спутники предназначены для обеспечения связи в удаленных регионах, в зонах чрезвычайных ситуаций, территориях промышленного и экологического мониторинга.